В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Деньги лишними не бывают. Самарские изобретатели получат гранты на развитие науки и техники. 20 тысяч новых рабочих мест. Губернатор и глава Фонда развития моногородов подписали соглашение. Дата, которую нельзя забывать. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС вспоминают события, которые перевернула их жизнь. Капремонт под лупой. Нарушители ждут штрафы. От чистоты зависят жизни. В Самарском метрополитене проводят генеральную мойку подвижного состава. Художник не должен быть голодным. Региональные власти оказывают финансовую поддержку научным разработкам. Самарские ученые получили нагрудные знаки и губернские премии за свои исследования. Репортаж Марина Матвейшиной. Как и почему Самара стала промышленным центром страны? Ответ на этот вопрос искал доктор исторических наук Алексей Захарченко. За цикл научных работ автор получил нагрудный знак и губернскую премию в области науки и техники. Ученый, первый в отечественной историографии, показал роль принудительного труда в возведении крупных промышленных объектов по Волжье. Несмотря на непростые 90-е годы, уверяет автор научного труда, потенциал удалось сохранить. Эта деятельность продолжается по развитию промышленности, по укреплению кадров, по инвестициям. Ведь действительно главный инвестор в науку и в производство стратегическое – это государство. Вот это всегда было и будет. Сегодня Самарский регион – один из признанных интеллектуальных центров России. Об этом говорят и достижения самарских ученых, отмечает губернатор. Областное правительство инвестирует в науку, расширяет поддержку исследований и разработок, в том числе за счет стимулирующих премий. Ежегодно предоставляется 20 премий по 100 тысяч рублей. Это крайне важно, особенно теперь, когда стоит задача импортозамещения, поставленная президентом. Без науки, без фундаментальных исследований, прикладных, понятно, что задачу импортозамещения мы не решим. И только создание условий соответствующих позволит нам, на самом деле, быть сильными, независимыми. Рассчитывают, что и бизнес будет вкладывать деньги не только в свой оборот, но и в научные исследования. Развитию государственно-частного партнерства региональные власти придают большое значение. По его уровню в прошлом году Самарская область вошла в тройку лидеров по стране. Для сравнения, еще четыре года назад она занимала 25 место. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. 20 тысяч новых рабочих мест и второе рождение. Такие перспективы открываются перед Тольятти. В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и Фондом развития моногородов. Документ направлен на поддержку Автограда. Совместная работа правительства региона и фонда пойдет по нескольким направлениям. Это и софинансирование крупных инвестиционных проектов и строительства. А Тольятти ждут конкретных проектов, и они уже есть. Город планирует предоставить около полусотни предложений. Это сельхозобъекты, промышленные предприятия и индустриальные парки. Один из самых масштабных – Жигулевская долина-2. Он предусматривает создание на резервной территории действующего технопарка новых производственных корпусов. Отдельной темой встречи стала организация в Тольятти территории опережающего развития. Этот статус сдается на 10 лет с возможностью продления и подразумевает налоговые льготы, снижение арендной платы и тарифа по страховым взносам для всех резидентов. Первый шаг уже сделан. В марте специальная комиссия при Минэкономразвитии России одобрила заявку Автограда. Окончательное решение должно быть принято в конце лета. С нашей стороны мы будем предельно конкретными, предельно будем делать все для того, чтобы создавались рабочие места, современные рабочие места, как и вакуумные рабочие места, которые удовлетворяли и горожан, и не только горожан, но и приезжих к городу. Вместе с городом, вместе с регионом будем готовить вот эту структурированную заявку, с тем, чтобы на входе фонд она была качественная. Объясная работа, она ежедневная, с обязательно ответственным лицом, со стороны субъекта Российской Федерации. Здесь назначить, кого вы считаете нужным, мы, я думаю, добьемся до того. Более трех часов длилась встреча главы Самары Олега Фурсова с жителями железнодорожного района. Задать вопрос мэру мог каждый. Это уже четвертая подобная встреча с горожанами, о чем на этот раз спрашивали Олега Фурсова, расскажет Лариса Шалафаст. Большинство вопросов на встрече с жителями железнодорожного района касаются благоустройства. К примеру, в сквере Самфировой, который находится на улице Аэродромная, неплохо бы установить аттракционы для детей, говорят люди. Я часто гуляю в этом сквере с внуком. Но внуку практически там заняться нечем. Голубей мы каждый день, кормим, наверное, будут уже страусы, а не голуби. И все детки хотели бы иметь там площадку детскую. В этом году в сквере уже запланировали установку скамеек и урн. Проработают вопрос и с детской площадкой. Бюджет действительно очень непростой. Я говорил о приоритетах. Давайте посмотрим, получится эти деньги найти или может быть часть денег. Значит, в зависимости от финансирования, какую-то часть сделаем. Но мы со счетов не сбрасываем. На встречу поднимается и вопрос о спортивных площадках. Будьте добры, ответьте на такой вопрос. А где вот наши дети могут бесплатно заниматься спортом? Три площадки у вас будут в этом году сделаны. Школа-интерната, по-моему. 64-я школа и 134-я. Там будут площадки сделаны. Немало вопросов касаются и общественного транспорта. Люди просят тщательнее контролировать график движения трамваев. Я прошу вас лично, если это возможно, каждую неделю на планерке разбирать причины задержек трамваев свыше 20 минут. То есть любые. Либо ГАИ долго едет, либо аварийщики долго едут. Олег Фурсов поручил департаменту транспорта проверить интервалы движения трамваев. Посмотрите еще раз статистику аварий, в неделю сколько их проходит, среднее время прибытия. И при необходимости еще раз встретитесь с ГАИ тогда и обсудите, как можно на это реагировать более оперативно. Незаконные гаражи, парковки на газонах во дворах, переселение из ветхого жилья. Главе города поступают десятки обращений. Общение с жителями продолжается больше трех часов. Сейчас в разгаре месячник по благоустройству. 23 апреля в Самаре пройдет общегородской субботник. Глава города обращается к самарцам с просьбой активнее участвовать в уборке. Хотя мы открыто всех приглашаем, даны жесткие установки главам районных администраций и управляющим компаниям, снабжательным лентарем, краской, перчатками, граблями. Пожалуйста, приходите, работайте. Вы в первую очередь делаете красоту для себя, для своих детей. Такой формат общения мэра с горожанами уже стал традицией. Встречи с жителями запланированы во всех районах Самары. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Самарский метрополитен ждет обновления подвижного состава. К 18-му году часть вагонов отработает свой ресурс. Это те, которые эксплуатируются с самого начала работы Самарского метро. Пока же вагоны приводят в порядок в плановом режиме. Чтобы полностью обследовать состояние узлов и агрегатов, проводится генеральная мойка поездов. Олег Зверев увидел, через какие процедуры проходят подземные составы. Состав заходит на генеральную уборку, чтобы продолжить путь в обновленном виде. Этой весной предстоит отмыть 11 таких поездов. Численность подвижного состава Самарской подземки – 46 вагонов. МКТ-80 – так называются специальные моющие средства. В ходе обработки химия идеально разъедает грязь даже на сложных участках поверхности. Следов, пыль, вот это все когда с маслом друг на друга напрессовывается и, соответственно, простым, простой ваду это не смывается, а путем вот химии все разъедается. Но краска не портится абсолютно ни на вагоне, ни на тележках. Мытье вагонов в метрополитене дело стратегически важное. Не только потому, что от чистоты вагонов зависит комфорт и настроение пассажиров. Каждый вагон регулярно проходит техническое обслуживание. Если обнаруживаются малейшие дефекты, его отправляют на ремонт. Для этого необходима идеальная чистота. Интерьер вагона приводится в порядок практически ежедневно. Как минимум раз в месяц моется сам вагон. И два раза в год проводится генеральная уборка тележки, на которой стоит вагон. Это необходимо для проведения комиссионного осмотра. Обследование тележки проводится дважды в год, даже если внешний вагон выглядит абсолютно исправным. Между тем, некоторые вагоны уже выходят на финишную прямую. Самарской подземке исполняется 30 лет. Это значит, что часть подвижного состава к 2018 году подлежит полной замене. К нам поступает очень много различных предложений и иностранных производителей. Но для самарского метрополитена это невыгодно. Потому что нужно перестраивать всю ремонтную базу, обучать заново работников. И тем более у нас вагоны только одна часть выходит, как бы подходит к концу срока эксплуатации. А другая часть будет продолжаться эксплуатироваться. И для идентичности ремонта и эксплуатации мы закупаем примерно такие же вагоны, только бы с более модернизированными, так сказать, устройствами и узлами. От Алабинской до юнгородка лишь на первый взгляд далеко. В метро путь значительно короче. Ежедневно порядка 100 тысяч пассажиров пользуются этим видом транспорта в Самаре. Дальнейшее развитие метрополитена зависит от денежных возможностей метростроя. При должном финансировании строители могли бы сдавать по станции в год. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. Дефектная ведомость – прямое указание к действию. В Самаре продолжается мониторинг всех дорог, домов и прилегающих к ним территорий. Комиссия из представителей администрации, ГАТИ и депутатского корпуса совместно составляют дефектовки. Ведь, как говорится, две, а в данном случае три головы лучше, чем одна. На обследование одного из объектов отправилась и Марианна Мирная. Затем, как идет капремонт фасада 161-го дома на улице Новосадовой, наблюдает комиссия специалистов. Во всех районах Самары составляются дефектные ведомости и проводится мониторинг. Под пристальным вниманием фасады зданий, придомовые территории, детские площадки, уличная дорожная сеть, контейнерные площадки, ограждения обустройства объектов потребительского рынка и многое другое. Это внутриквартальные дороги, их состояние, малые архитектурные формы, которые либо сломаны, требуют демонтажа, либо детские площадки вообще не благоустроены и требуют благоустройства установки новых форм. А также зеленые насаждения, то есть это аварийные деревья, которые подлежат коронированию, либо сносу. Дефектные ведомости – это ревизия недостатков благоустройства. В данной работе по поручению главы Самары Олега Фурсова участвует городская административно-техническая инспекция ГАТИ и районные администрации. К процессу подключились ТОСы и депутаты, которые дополняют дефектные ведомости своими замечаниями с учетом претензий жителей. Одна из основных задач как раз депутатского корпуса, муниципального уровня, на основании наказов наших избирателей, на основании наказов жителей нашего округа и района, как раз и дополнять эти дефектные ведомости своими перечнями работ. По всем недостаткам выявленных у территории районов, инспектора передают информацию в администрации районов и, соответственно, если есть нарушение, то, соответственно, передают в административные комиссии района для принятия соответствующих решений. 70 улиц Октябрьского района и 814 многоквартирных домов уже обследованы. По каждому объекту составлена дефектная ведомость. С частью нарушений, устранение которых не требует больших материальных вложений, управляющие компании, собственники и администрация районов должны справиться в ближайшее время. Но есть и те виды работ, которые будут сделаны до конца 2018 года. В ходе работы было установлено, что во всех районах Самары, кроме Октябрьского и Железнодорожного, не были учтены указатели улиц и номера домов, а также не были указаны брошенные автомобили. Первые итоги этой системной работы планируют подвести 26 апреля. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. В гувернии на 10% подешевело жилье. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются однокомнатные квартиры. По количеству предложений лидирует Сызрань, замыкает список Похвестнево. По активности рынка на первом месте Тольятти. Меньше всего сделок по продаже происходит в Октябрьске. Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке чуть более 49 тысяч рублей. Хотели сделать селфи с риском для жизни. Правоохранители задержали подростков на территории привокзальной отопительной котельной. Трое восьмиклассников рассказали, что хотели забраться на 150-метровую дымовую трубу, чтобы сделать там фотографии. Их передали инспектору по делам несовершеннолетних, а также сообщили родителям и директорам школ. Нарушение пропускного режима энергообъекта может стать основанием для привлечения к административной и уголовной ответственности. В Самарском метро сотрудники областного МЧС провели учение. Тренировка проводилась на станции метро «Алабинская». По замыслу, в результате короткого замыкания в тоннеле перегона произошло возгорание электропроводки. Это привело к обрушению железобетонной стены. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В ходе тренировки все подразделения показали высокую оперативность. В учениях приняли участие 77 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Хорошая новость для дачников. С 1 мая появятся дополнительные электрички на участке Самары-Жигулевское море. Ежедневно пассажиров будут перевозить поезда 6310-6309 «Самара-Курумыч» и 6336-6335 «Курумыч-Самара». Кроме того, назначается ежедневный поезд с сообщением «Сызрень-Самара». Подробную информацию и расписание движения поездов можно уточнить в пригородных билетных кассах. Косолапый, прославивший себя, из Самарской области на всю страну по улицам Чапаевска разгуливал бурый медведь. Он сбежал из цирка, который приехал в город на гастроли. На улицу, где прогуливался Мишка, вскоре прибыли сотрудники полиции. Однако сами задерживать нарушителей общественного порядка не решились. Предпочли дождаться приезда дрессировщиков. Тем временем медведь насладился свободой по полной. Искупался в луже, полакомился предложенной прохожими шоколадкой и соком. После чего вернулся с дрессировщиками на работу в цирк. Союз женщин Самарской области подвел итоги работы за год. Сейчас общественная организация объединяет 13 тысяч жительниц региона. Они ведут активную общественную работу. Проводят ежегодные акции «Хозяйка села», «Женщина года», а также праздники, посвященные Дню матери, Дню инвалида и Дню пожилого человека. В 2015 году региональная организация «Союз женщин» стала лауреатом областной акции «Народное признание» в номинации «Гражданская позиция». Сейчас перед Союзом стоит задача открыть первичные отделения организаций во всех населенных пунктах области. Губернатор Николай Меркушкин наградил самых активных участниц Союза почетным знаком за труд во благо земли Самарской. В этой обстановке, когда идут непростые процессы в обществе, роль женщины огромна. Женщина всегда более чутка, более внимательна. Хотел бы выразить слово огромной благодарности за вашу работу, за то дело, которое вы делаете. Это имеет, еще раз хочу сказать, огромное значение для области. Есть команда, которая возглавляет сильный, профессиональный, авторитетный вид. И если общественные изменения активно работают, много можно сделать, много можно добиться. Уважаемый Павел Иванович, Советский ученик, городский район. Остается в команде и хочет работать в едином команде губернатора на благо самоскопности. Четверть века в борьбе с безработицей. Свой юбилей сегодня отмечает Государственная служба занятости. Днем ее основание считается 19 апреля 1991 года, когда был принят закон о занятости населения в Российской Федерации. Самарских специалистов с профессиональным праздником поздравил глава города Олег Фурсов. Несколько лет он руководил областным министерством труда, занятости и миграционной политики. По словам мэра, министерство многое сделало для защиты интересов губернии. За четверть века служба занятости трудоустроила миллион триста тысяч человек. Представляете, это численность целого города Самара. Высока потребность в том, чтобы мы могли, не сокращая людей, обучить их, заполнить существующие вакантные рабочие места подготовленными людьми, трудоустроить инвалидов. Это очень важная задача. Ну и, конечно же, помочь в трудоустройстве школьников и молодежи. Партия «Единая Россия» завершила формирование списков участников предварительного партийного голосования. Об этом сообщил исполняющий полномочия секретаря Самарского рекоделения «Единой России» Игорь Станкевич. 22 мая, в единый день голосования, жители выберут тех кандидатов от партии, которые будут бороться за места в Госдуме будущей осенью. На участие в праймерис было зарегистрировано 237 заявок. В итоге в предварительном голосовании будут участвовать 35 одномандатников и 22 кандидата по федеральному округу. На места в губернской думе претендует 95 кандидатов от одномандатных округов и 111 кандидатов от единого избирательного округа. Игорь Станкевич отметил высокую заинтересованность от кандидатов, многие из которых не являются членами «Единой России». Почти четверть кандидатов в возрасте 35-38 лет, что довольно необычно. Ведь «Единой России» придают нынешним выборам огромное значение. «Президент Российской Федерации, основатель партии «Единая Россия» обратится ко всем кандидатам, которые подали заявление на участие в выборы, с видеообращением будет идти видеоселектор общения из Центрального комитета партии со всеми региональными партийными организациями. Я думаю, достаточно серьезное событие показывает тот уровень ответственности, который возлагается на региональные партийные организации и какое значение придает этому руководству страны и руководству партии. Эта компания, я считаю, будет достаточно интересна, потому что те люди, которые приходили задавать документы, мы видели это с членами его комитета, они достаточно самобытны, они хотят изменений в городе. Они идут не просто так, для того, чтобы реализовать свои какие-то возможности и получить какие-то другие возможности. Они идут для того, чтобы город сделать лучше. Черная быль. С момента катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло ровно 30 лет. И до сих пор никто толком не знает, что именно там произошло и чем все закончилось. В Самарской области сейчас проживает порядка 4 тысяч пострадавших от радиации на Чернобыльской АЭС. Каждый год они собираются, чтобы вспомнить события тех лет. Ликвидация войны. Она началась в первой части после взрыва. Затаив дыхание, эти люди смотрят фильм о взрыве на Чернобыльской АЭС и ликвидации его последствий. Для многих в зале это не просто кадры. Все это они видели воочию, не по телевизору. И участвовали в событиях 30-летней давности. Юрий Митрофанов со своим отрядом прибыл на место аварии спустя два года. Мужчины отмывали коридоры станции специальным раствором йода. Сеяли вокруг траву, чтобы ветер не разносил радиоактивный песок. И освобождали сам четвертый блок от мусора, спускаясь туда максимум на 8 минут. Был в первые дни ощущения, у меня до сих пор сохранились письма, которые я писал оттуда своей жене. Мы ходили в первые дни красные. Это радиация, фон такой. Ну, конечно, у нас специальные дозиметристы. Мы с приборами проверяли палатки и видели, как все это щелкает и повышает уровень. Конечно, мы приняли все меры. То есть заменили, допустим, в бытовой комнате вот эти гладильные доски, которые там обшиты, как правило, всегда бывают одеялами. Вымыли все вагончики и потом поддерживали определенный уровень. 26 апреля 1986 года взрыв четвертого блока атомной электростанции стал крупнейшей техногенной катастрофой 20 века. Она затронула судьбы миллионов людей. В атмосферу было выброшено почти 200 тонн вредных веществ. Первыми на место катастрофы прибыли пожарные. Тушили огонь в брезентовых робах и касках. Других средств защиты у них не было. К утру пожарные затушили пламя и начали падать в обмороке. Стало сказываться лучевое поражение. Приказно понимали опасность всего того, что происходило. Но, да, то, профессиональный долг, и то, чтобы и понимание того, что есть они не сделали, то последствия аварии будут, конечно же, гораздо шире. Дважды в год в Самаре собираются участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В апреле и в ноябре. Именно 30 ноября 1986 года был подписан акт об окончании работ на объекте укрытия. Полностью разрушенный четвертый энергоблок был закрыт металлическими конструкциями и залит бетоном. Это сооружение называют саркофагом. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Футбол запасной столицы. Спортивный проект с таким названием стартовал прошлой весной. В майские праздники на стадионе «Локомотив» состоялась реконструкция исторического матча. Сборная Куйбышевских заводов авиапрома против сборной Куйбышевской железной дороги. Победу праздновал «Локомотив» 4-0. В этом году авиаторы решили отыграться. Целый год команда сплачилась на тренировках. Футболисты выйдут на поле в ретро-форме, а вот мяч будет современный. Любители хотят попробовать поиграть в кожаный мяч для полной исторической достоверности. Сейчас мячи идеальные. А тогда мячи были со швом, поэтому он немножко перекатывался не очень правильно, так скажем. И при ударе он тоже летел своеобразно. Ну и потяжелее, конечно, он так же намокал и вел себя по-другому на поле. Поэтому было бы очень интересно поиграть тем мячом. Поиграть в кожаный мяч готовы и профессионалы крыльев советов в регулярном чемпионате Премьер-лиги. Было бы интересно, может быть, один матч так сыграть, попробовать, а уже сказать после ощущения. А так пока не могу сказать. Раньше говорят бутсы через голову одевать. Так что мне интересно даже посмотреть, как этот мяч водит. И поиграть им тоже было бы интересно. А пока игроки Самарского клуба учат правильно бить по мячу детей, отцы которых 3 мая поучаствуют в реконструкции футбольного матча 1942 года в Куйбышеве. Мы хотим, чтобы вот это историческое событие постепенно превратилось в такой большой самарский футбольный праздник. И в этом году на весна будет заключаться в том, что помимо матча, посвященного историческому событию, будут играть корпоративные команды футбола. Будет корпоративный турнир по мини-футболу, в котором примут участие 8 команд. На стадионе скучать не придется. Кроме футбола будут работать площадки по разным видам спорта. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение, смотрите на экран своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Твиттере Твиттере Твиттере